Оооо, тут всё много Вначале уманить Сейчас мы смотрим с вами медовые отделения То есть их приносит много Сколько они уже принесли меду в верхнюю секцию Удобно ставим дальше Немножко их Успокоим Вот они уже отстроили и подготовили для заноса меда Видите, как отстроена вся Все ячейки полностью отстроены То есть нету дефектных ячеек В этом тоже особенность Вот этой вот маленькой такой рамочкой Что пчёлы застраивать не полностью все ячейки И так можем все посмотреть рамки Вот они буквально Надо отрезвести Вот это буквально потребовалось им 3 дня И вот они уже построили и занесли медом Видите, как ровненько И все ячейки отстроены Никаких дефектов Рамочки нету То есть матка может Дальше матка может Вложить яички, заполняя всю рамку Потом можно будет посмотреть и показать отдельно Сейчас мы посмотрим, как устроена Богородичная соторамка Вот здесь вынув её просто из ящика для переноски рамок Вот такой ящик Который вполне может использоваться для переноса Двух целостных комплектов Погородичных соторамок А вот соторамки Здесь они вот могут находиться По отдельности ставятся Несоединённые в блоке Вот сама соторамка С натянутой овощиной Особенность соторамки в том, что она Может находиться в вертикальном положении Это стоячая соторамка Она не имеет такие ножки Поэтому её можно располагать В любом удобном Например Подходящем Или улье Или даже В каком-то ящике Вот здесь они стоят Фактически здесь Повторяется устройство улья Рамка достаётся И она Сможет вот свободно Стоять за счёт своих ножек Тут рамка состоит из двух Верхних планок Двух нижних планок И Соединяющих их планок Вощина пропускается через две планки Проходит вниз И Срединным сечением Здесь она соединяется проволокой За счёт проволоки Придается ещё Прочность При попытке сделать без проволоки Здесь немножко изгинается Воск Такой пчёлы Максимально удобно воспринимают Размер Богородичной сатарамки Как было показано на других клипах Она полностью Подходит К двум Как если их две соединить Получается додановская рамка Вот например Если взять додановскую рамку Ставим её сюда Вот Фактически Это Одна будет Богородичная сатарамка Мы её можем разместить Одна И вот вторая Две вместе Поэтому Преимущество Небольшого размера Сатарамки Поясняет Во-первых Групповое расположение Здесь Расплода На этой Сатарамке Она полностью засевается Маткой И кроме того Удобнее Ею пользоваться Потому что Получается Корпус Достаточно более лёгкий Вот видите Двойной А соединив её В блок Так вместе Можно производить На Уже принятых Додановских ульях Можно производить Оттягивание Вощины И уже Более интенсивное Использование Этой вощины В уле С Богородичными Сатарамками Вот эта вот большая Вощина И фактически Вот мы видим Что она составляет Половину Размера Додановского Большого Такого Размера Рамки Помещаем Стандартная В чём же преимущество Ещё раз повторю Преимущество Богородичной Сатарамки В её Максимально удобном Использовании Во-первых Для засевания Маткой Расплодом Потом При соединении В блоке Получаются Очень удобные Блок Богородичный Сатарамок Который Фактически Создаёт Очень удобные Условия Для развития Семьи Внутри этого Блока И блоки Под три Очень удобно Располагаются Или в уле Подходящем Даже ящике Используются Богородичные Сатарамки В многокорпусных Улях Таким образом Верхние корпуса Которые ставятся Блоки Рамок Они используются Для получения Меда Вот так Вкратце Мы посмотрели Строение И форму Богородичной Сатарамки Отец Никодим Вот сейчас Мы Смотрим Процесс Перевода Додановской Рамки На Богородичную Сату Рамку Почему Потому что Додановская Видимо Чаще Используется Сейчас Как Так Так Так